привет с вами андрей у нас рыцари бумаги бира 3 часть в прошлой серии убили черно-серого мага в виде краба и жителей подводного городка вот давайте заберем награды у нас собственно две награды это за убийство краба и за убийство лобсов малых давайте заберем тут нам выдают сферу восхождения монеты опыт сфера восхождения на в принципе она не нужна потому что она экипируется на предметом у желательную экипировать на высокий тир чем выше тир по понятным причинам тем более эффективно она будет давайте уберем сферу восхождения просто сейчас также на в прошлой серии выпала стринка на сохранение статов для команды на 5 сложно сказать насколько она полезная в принципе я тут заметил одну вещь что нужно для своего отряда бафать хп чтобы наш отряд просто с первого удара босса не падал что боссы в любом случае будет бить больно как и рядовые мобы поэтому нам нужно чтобы наш отряд просто не падал давайте бафтим на уровень прокачаем уровень предметов если я правильно понял уровень предметов максимальный идет следующий тип получается у серого это 10 и у зеленого это 15 и у синего и продажи доходящего до максимального ну скорее всего 20 я так думаю вот поэтому соответственно мы синие вещи качаем до 20 уровня и смотрим как она что будет из-за того как вы можете себе представлять собственно так вот мы получили опыт потому что мы забрали две награды поэтому из-за этого наши персонажи получили опыт неудобно сделано . тут скорее всего нужно клерику будет отдать на лечение точнее на хп триньки как и шаманов для того чтобы они ну правда ты не романа конечно можно оставить на лечение одной силе все таки но опять же вы сами увидели то что босс нанес он где-то около тысячи у нас просто передний и отряд весь лёг паладин тоже получил опыт еще один двигаемся дальше по квесту у нас еще 18 рубинчиков дают и склянка на 1500 для всего пати энергии давайте возьмем и от опять же у нас видимо новый босс какой-то которого надо бы тоже скорее всего победить он не подсказывает а пока это уже как он пишет black mac на самом деле боссов и почему-то дохрена очень удивительно но он в любом случае его видно поэтому по достижениям поэтому он вообще должен был быть опять отражатели самые наши ненавистные чтобы убить отражатели вам нужно защищаться от них потому что по-другому вы их просто не убьете отражатели бьют чисто физой но они бьют по площади вот например этот баран который под номером 8 он бьет по площади собственно отражатели бьют которые под номером 4 10 6 и 7 они бьют по по линии двух мобов в общем видите у них отражение идет причем уровень не такой уж сильно большой но из-за того что они отражатели для нас очень больно будет поэтому паладиновская аура для нас очень жизненно способна будет так же нам очень сильно выручит нас дождь видите он ударил двух танк бафается на щит по понятным причинам большинство врагов в идеале должно бить обратите внимание у него уже три видите этот кабан походил под номером 8 у нас ух наших силов уже хп заканчивается нашим хилам скорее всего нужно очень много хп потому что ну это мы так просто не пробьем их если нам везет то что они я понял одну единственную вещь этих мобов нужно либо ваншотать либо бить магией потому что когда вы бьете физу и у них идет отражение вот давайте а чтобы убить этого кабана нужно срезать весь его мусор который рядом с ним присутствует иначе этот мусор в отражении просто убьет тебя у вот этого кабана номер семь который присутствует у него идет отражение чем больше вокруг него отражателей тем он как бы массовый гард дает причем он самое интересное что этот гард невидимый но он присутствует и из того что он присутствует и вы бегуете бить из этого кабана под номером семь и весь урон с отражателей пойдет в вас то есть в ту цель которую вы бьете одним словом и на самом деле это очень неудобно защита упала таунтить нет смысла давайте просто слабость кинем она она бесполезна потому что чем чем меньше целей как видите тут кабаны они вообще задеревают даем гард ауру для того чтобы не получает получать меньше урона клерик клерик должен бить обязательно для того чтобы у наших ребят было мана шаман может не бить в принципе давайте дорежем одного рогой дорезали собственно урон второй тоже получил как видите практически дорезали второго давайте добьем и этого добили и этого у нас остались два отражателей собственно кабан давайте доберемся следующего отражателя их можно уже сагривать будет мы сагрили обоих и видите урон по счету получили массовый удар опять этого кабана не ущетного с рогами в идеале его застанет но я думаю что массовая гарта ура лучше будет для нас потому что этот отражатель он обожает бить по площади вот это вот под номером 4 который давайте вырезаем отражателя вырезали его и он собственно остался это серый пост ничем не примечательным бьем этого отражателя точнее кабанчика который тут нам что-то пытается сделать на него ротепс не повесилось но в принципе это не важно кидаем на него слабость так называемый вяк для того чтобы наш клерик мог максимально раздамажить так же пробуем дать ему стан стан на него подействовал стан на него подействовал и бьем вяком так называемая способностью клерика для того чтобы нанести максимальный урон ну и режем с бакстепом потому что рога опережает его по скорости собственно этот отражатель вместе с своим стадом погиб ничем он не примечательный не был собственно квест мы сделали получили монеты получили гемы получили энергетическую склянку давайте расщепим ненужные для того чтобы они не складировали плюс у нас было место куда складировать у нас апгрейд можно сделать для предметов давайте его сделаем сразу щиты бахаются кинжалы бахаются а если я правильно понял там от нанесенного урона что ли что я чуть ли не каждый ход постоянно качаю кинжал на самом деле это хорошо потому что мы так можем просто отдать роги кинжала он их все прокачает по поводу тринки которая у него здесь присутствует давайте посмотрим собственно это в любом случае нужна и она нужна именно этому персонажу поэтому меняем местами то есть теперь у него получается за счет блэс у него бонус 13 плюс за счет 3d плюс 5 соответственно плюс 18 у него идет бонус что касаемо эту минт она третьего уровня для нас она бесполезна поэтому мы ее просто расщепляем на крайнем случае мы ее купим 9 уровня у нас в магазине начальный уровень для нас в принципе бесполезен вообще в идеале имам дать хп чтобы они хотя бы с первого удара не падали собственно синий офлайн кортик собственно он нас целый на фигу ну вообще он неплох но опять же мы используем офлайн оружие только на роге поэтому ну можно еще можно было отдать ее по какому-нибудь магу либо ну дпс наносящему нобу но опять же палазину очень важно чтобы держать удар то есть получается для нас этот бесполезен бесполезная для нас пинжальчик его можно будет расщеплять но я бы я думаю мы его просто выложим для того чтобы он просто нам не мешался ну они между собой разговаривают они обожают разговаривать опять же отражали ничем не примечательнее единственное давайте посмотрим какой у них уровень для того чтобы представление сколько у них хп нам нужно будет сейчас рогу разгонять давайте посмотрим у них 3000 хп и зверек на 200-2400 в принципе мы их вздуем быстро я думаю в первую очередь бьем самого маленького ну потому что он проще всего забивается так же убьем зверя вот этого вот под номером 3 который присутствует у нас вот разгоняем рогу рогой в идеале убить вот этого зверя в первый ход почему потому что он на следующем ходу он бафается на на следующем ходу он бафается на зеркало которое очень сложно пробить поэтому его важно снять с первых отражатели бьют по площади для нас в принципе это не страшно и они не бьют дебафами то есть для нас блэс бесполезен которые мы только что сняли триньки для нас он бесполезен сейчас пока что я просто заранее не знаю уж кто против нас играет поэтому включаем дождь для того чтобы лечиться от их урона бафаемся на криты для того чтобы срезать с каждым ударом по одному он бьет по 1000 примерно каждый из них но вот шамана конечно зря ударил в боем гард ауру так называемый ауру защиты для того чтобы они меньше били в принципе можно наверное согреть либо пробовать этого мелкого запиливать видите они по троим целям одновременно бьют бьем мелкого то чтобы восстановить магию ходит шаман шаман кастует второй раз дождь рогом срезает мелкого срезали мелкого у нас теперь остались отражатели которые бьют по площади также кастуем гард ауру потому что вы не получаете урона по площади по крайней мере поменьше учитывая то что их трое мы можем агрить срезаем мало хп-шного урон очень большой там видимо процент от урона идет на отражателе соответственно урон достаточно большой ну получается бить может только рога потому что он сто процентов планшетник давайте номер пять сначала срезаем и так вы видите удар ему полторы тысячи возвратки прилетела дадим ему стан стан должен сработать он работает на босса сработает на него бьем его с руки чтобы установить магию ману отряду и добиваем последним ударом если я правильно понял у него чуть ли не возвратка по сто процентов квест закончили нам отдали кинжал кинжалки выдох для нас бесполезен поэтому просто его убираем их еще и два то есть для нас а на самом деле почему они бесполезны потому что у нас есть такой кинжал да он может чем-то лучше нашего текущего давайте посмотрим и убедимся в этом сейчас загрейдим предметы загрейдили предмет убедимся в том что нет наш в принципе должен хотя нет получается у него присутствует получается физа 133 крит 383 а у тех присутствует цифра где она вот 390 да у них у него у него крит больше у этого кинжальчика поэтому для нас в принципе он был бы интересен для нас эта шклянка на магию бесполезна это что такое на дев рейтинг ну такое сомнительное удовольствие давайте ее щипим она нам не мешала расщепим и уберем все в идеале можно прокачать но это очень много по деньгам будет каждый апгрейд стоит достаточно много особенно если вы грейдите высокоуровневые слипками апгрейд очень дорого может стоить давайте посмотрим нам дают фиолетовое кольцо с одной ордой для местом для орбы на самом деле бесполезное кольцо с одной ордой оно не плохое в целом было бы если бы там было бы как минимум две орбы представления но с одной ордой оно бесполезное нас куда-то отправляют нас отправляют в новую локацию для нас это замок давайте побежим сюда новая локация замок давайте посмотрим что за мобы здесь обитают 100 ну тут вы видите да то есть пчелки вроде не особо сильные но тут летучая мышь 9000 до хрена 77 а вот это вообще 13000 то есть это вообще это просто давайте до свидания с этим драться сомнительное удовольствие я не знаю как это тестировалось но факт в том что мобы очень очень сильные если они просто рандомно даже нападут на вас вы просто охренеть с ними биться выбрать в теории можно у нас есть контроль который работает на 100% но опять же тут как вы видите нам кольцо отдали бесполезное на самом деле почему оно бесполезное я просто тестировал его вне вне видео и оно мне показалось бесполезным я ему вставлял на урон и оно оказалось бесполезное единственное можно ему высасывание магии дать на кольцо на этом тогда оно в теории могло быть получше а так оно не в чем но ну собственно первый уровень до 600 хп ну это расщепляется только потому что оно это бесполезно как я говорил ранее у нас присутствует в магазине предметы девятого уровня тут дают первый уровень да в магазине вы их покупаете за ваши золотые монеты грубо говоря но тут бесплатно но опять же скажем честно проще купить девятый уровень ну на данный момент у нас по крайней мере доступен он чем первые уровни предметы покупать просто вот смотрите у меня магазин девятого уровня прокачиваем марта его можно качать выше но для этого нужно прокачать собственно ну так называемый наш уратов обратите внимание у нас есть набоги надо будет с этим отдать купить ее сейчас отдать нашему этому клерикам для того чтобы они не проседали хп давайте отдадим а то вот это резуректное чудо которое просто взял и просил хп ну хотя бы 2000 хп но и понятное дело что это слабовато но все же ну что такое фокус плюс 5 ну это просто смешно фокус плюс 5 дает защиту и криты но опять же она по сути говоря бесполезна единственное отдать какую-нибудь паладину ну паладина фокус на плюс 9 соответственно для него бесполезен поэтому ее в принципе можно расщеплять а спать здесь нельзя потому что здесь очень высокий уровень мобов как вы видите если они хотя бы вот эти на нас на полу тринадцатитысячное чудо мы заколебемся его пинать этому спать тут не рекомендуется хотите спать идите в соседнюю локацию и спите там сколько в вас влезет тут бесплатный сон то есть на вас нет возможности напасть кем-либо поэтому тут без проблем вы поспите давайте расщепим эту несчастную объемную присутствие расщепление 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 имеет смысл расщеплять исключение предметы которые дают дебаф на либо они единственные в своем экземпляре вот по сути тогда вот можно вот эти предметы первого уровня расщепить чтобы они просто не отсвечивали ну вот опять же видите ну вот опять сердца но опять же ну они они как слабоваты давайте их тоже расщепим чтобы они не отсвечивали третий уровень второй тоже расщепляем ну я имею ввиду низкоуровневые предметы то есть ниже девятого стоит расщепить для того чтобы они просто нам не мешали и понятное дело что мы просядем немножко по здоровью по хп и так далее но смысл нам от низкоуровневых предметов которые ну ничего по сути нам не дают вкусно поэтому просто их расщепим чтобы они нам не мешали тем более если предмет серый то для нас он вообще по сути говоря по своей бесполезе ну собственно как то так давайте посмотрим что из основного отряда все на месте поэтому в принципе не важно а у вторичного фиг бы с ними ну я имею ввиду которые присутствуют в гильдии нам хотят дать сердце первого уровня но как я говорил ранее оно бесполезно это два мусорных квеста они во первых пятого уровня признаться они бесполезны ждем пока они там наговорятся собственно крест закончен давайте опять же первый уровень мы расщепляем смысл нам от первого уровня бесполезного лучше уж не всегда валюту хотя бы второго или третьего мы расщепляем мы расщепляем его так же мы расщепляем его так же не понял а вы мне что сердце не отдали да видите мне сердца не отдали ну вот собственно баг был только что вы его видели своими глазами мне должны были отдать сердце но мне не отдали посох хороший его стоит забрать книга бесполезная потому что на девятом уровне у нас уже с полу тринадцатого уровня книга посох шикарный у нас я думаю даже заменить его будет спасение леса давайте пробежимся до спасения леса говорят сюда надо идти давайте пробежим сюда на спасение леса идем тут синий посох синий посох для нас будет шикарен ну собственно лес которого нужно спасать опять же отражатели как вы видите мы с ним уже встречались они нас типа застали врасплох но на самом деле это смешно звучит давайте посмотрим их уровне да он сто десятый уровень конечно это за хрена все остальные в принципе ничем особо не примечательно давайте срежем этого срезали его заходит шаманка стоит на всех дождь шамана в идеале раскачать спал пауэр для того чтобы наш собственно он лучше лечил сильнее лечил они не бьются собственно дотами так называем они бьют прямым уроном соответственно нам нужно просто бить руками как я говорил ранее против отражатели нужно бить именно магии то есть а удары физой против отражателей обратно внимание у танка хп хп у танка видите сколько у паладина здоровья и чуть паладин не упал у нас рога бафается на уклонение шаман бафается на дождь паладин бафается на гартауру добиваем этого у нас не получилось правда но все таки по крайней мере мы попытались нам видимо нужно еще один ход будет сдать на не удар сколько у него есть давайте добьем этого отражение сработало но танк выжил следующего срезаем номер пять срезали отражение опять же сработало учитывая то что он бьет физой лечим отряд для того чтобы он не проседал по хп гарт аура он добивает лерик этот кабан несчастный бьет вы видели удар у него был 3000 по танку собственно массагр у нас два щита есть массагр он выжил 39 хп офигеть давайте зарежем этого кабана попробуем у нас конечно же это не получилось сделать так дали ему сау ну сау на него скорее всего не сработает бьем кабанат для того чтобы восстановить магию нашему отряду по нему не санули агорим кабанат на себя у нас один щит есть мы в принципе должны выдержать а у него хп 6000 а рога не бьет 6000 бакс поэтому мы кидаем на него яд бьем в 7 кабан в соло бесполезен сколько хп 2000 2000 мы не пробьем поэтому мы просто пытаемся его застать у нас не получилось его застать у нас не получилось его застать у нас не получилось его застать я там так же не смог снять как вы видите массагр не сработал и валадину все равно досталось мы в любом случае убили этого кабана несчастного ну вообще он баран но не суть факт в том что мы его убили гоблины нас поблагодарили видимо за то что мы спасли их лес посох третьего уровня для нас шикарен поэтому нам нужно поменять посохи вашего клерика да вот это вот вот обратите внимание у него скорость высокая на этом посохе но все остальное бесполезно поэтому я думаю надо передать им этот посох вот обратите внимание у него по 100 всего и немножко скорости а вот на этом 92 то есть вы видите да посох слабее немножко на этот на третьем уровне уже 100 дает то есть этот посох явно будет получше давайте уберем все лишнее синие вещи у нас не так много поэтому мы их просто уберем но я думаю можно даже у 34 зеленые вещи чтобы прокачать все предметы но они так сами качаются я думаю для вас они особо не нужно использовать много золота и собственно использовать слизьки у кузнеца нам говорят что у нас что не загрыгилось у нас посох получил 16 уровень в идеале кстати говоря нам бафнуть посох на но опять же обратите внимание у нас я нажал улучшение у нас ошибку выдала ну вот как все через одно место делается у них честно говоря обратите внимание она исчезла она улучшилась но нам об этом не показала ну вот так это и работает на самом деле нам покажутся что еще можно улучшить не пойму демографическое отображение непонятно куда да видите это графическое отображение богуете из того что не хотят они давайте посмотрим мы можем ли мы улучшить что-то у нас есть ли книги у нас собственно есть книги давайте посмотрим что за уровень у книг одиннадцатый забираем намного две книги и тринадцатый тоже две книги собственно нам нужно ну вару бесполезно прокачивать что-либо вот собственно тут у нас два и давайте прокачаем для начала паладину лечащую ауру это указать не лечащую ауру это наложение рук так называемое которое лечит цель и 50 процентов возвращает паладину от лечение но на самом деле оно бесполезно это также можно прокачать собственно астральный план как вариант либо прокачать в теории он неправильно стоит но опять же он должен лечить но опять же он не выживает то есть шамана в идеале качать в хп для того чтобы шаман просто дольше жил потому что если шаман не выживает после каста бост а фиолетовый щит у нас первый раз фиолетовый щит нам в идеале бы его забрать обратите внимание награда какая у него минимальная поэтому я думаю нам должны отдать фиолетовый щит давайте посмотрим я думаю что несколько лет поговорят между собой нам отдадут фиолетовый щит я по крайней мере на это надеюсь да они поговорили между собой отдали на фиолетовый щит теперь этого щит собственно третьего уровня для нас собственно неплохо давайте сравним щиты с нашим текущим который у нас присутствует в инвентаре щитом вот как же все подвисает а вот собственно щиты как выглядят характеристики в чем между ними разница чем выше цвет тем лучше щит давайте экипируем нашим танком щит новый отдадим и тут 12 и 14 уровень в теории можно поменять щиты у наших шаманок лериков да они плюс минус одинаковые щиты единственное у кого внешний вид у них отличается поэтому мы можем смело поменять их как вы видите цифры особо не меняются то есть поэтому меняем щит тем самым также можно отдать щит 9 уровня лечу у него забрать зеленый щит и так же отдать танку который у нас тоже присутствует для того чтобы они просто лучше держали пока ничего лучше нет учитывая то что она прокачана на плюс 15 я не думаю что стоит от него избавляться поэтому просто уберем его судя по количеству награды и потому что тут нам хотят дать боевой молот скорее всего будет бой поэтому я думаю давайте попробуем забрать боевой бой боевой молот а не смотрите видите нас какой-то в новую локацию переместили не знаю где это возможно даже нам придется с этим сражаться тупо кадрой я надеюсь мы выиграем сейчас посмотрим новая локация мы здесь ни разу не были нас скорее всего переместили куда там какой-то лес да опять же отражание но смотрите мы с вами сталкивались знаем как надо с ними бодаться в первую очередь срезаем этого зверяка зверек падает у меня рога упал резуректим рогу рога ходит второй давайте его бафлим на уклонение гард ауру дадим дадим лечение танк бафается на блок 34 процента на руки не валяются этот кабанчик бьет по площади очень много просто из того что их очень много неудобно с ними драться мы бьем магии спокойно собственно рога режет маленького минус палатин горта урдаю защита от массу ворона выживаться включаем дождь 240 все-таки лечение на родине валяется учитывая то что их трое можем а масса древ очень больно бьет баран под 2000 удар у него то что у нас блок удар в 2000 прошел срезаем магии этого мусорная палка выпала серая первого уровня для нас на бесполезная срезаем номер три номер три срезан мусорный свиток первого уровня уроке закончилась магия пробуем застанет кабана до этого несчастного там не прошел включаем повторную дождь а грим он опять же по площади ударил на практически две тысячи благо защита клерика спасла сколько там хп 5000 мы в принципе можем его срезать но может из первого удара но мы его срежем 4 800 и пробуем его добить молотком да собственно компания отражателей сдохла рога у нас упал потому что они между собой разговаривают да дай мне воскресить руку хорош бубнить честно я недолюбливать из-за этого квестовые диалоги потому что я больше поездки то что мне вот это диалоги не особо интересно так даже если они были бы на русском обратите внимание нам не дали воскресить рогу нам дали второй бой подряд причем против это же компашки отражатели на самом деле это очень плохо поэтому наш наша задача будет сейчас ускорять клерика для того чтобы ходил рога чтобы воскресить рогу сейчас мы ускоряем клерика для того чтобы он ходил третьим чтобы рога ходил четвертым воскрешаем рогу рога бафается на уклонение мы не готовы к бою потому что мы потеряли в прошлый бой бою рогу обратите внимание он бафнулся на зеркало о чем я и говорил у него целых два зеркала для нас будет тяжеловато пробить гард ауру даем а шаман лечит рогу и себя вере просто бьет по по идее на любить по кабану но потому что по зеркало бить бесполезно пробуем срезать маленького срезали маленького он по площади прошел удачно он опять бафнулся на зеркало зеркало ему не поможет собственно давайте ему дадим масса гор карт ауру ну по идее собственно шаман может быть смело в лицо то что он магии бьет отражение как сработала но но не сильно сработало клерик бьет в лицо кабану срезаем собственно этого отражателя заднего что мы убили остался один кабан на выпала сфера синяя ледяная так называемая лед давайте агрик с агрим кабана для того чтобы он убил только нас он бьет по площади но не ударил нас на самом деле его массовые сплы ужасно из-за этого у него 2000 мы собственно не сможем скорее всего добить его вот сейчас шаман смог добить его заберем аргу опять же у нас упал рога и из этого нам вначале боя очень тяжело пришлось нас вернули собственно в этот из этого леса который нас запихнули давайте воскресим рогу сусили рогу уберем аргу того чтобы она нам не мешалась молоток это желательно использовать у нас их два я думаю один сейчас молоток можно отдать этому танку вот этому вот отдадим ему молоток и 2 просто расщепить мусорный авто 2 этот отдадим роге точнее отдадим номер танку номер 2 я его убрал для нас это будет сейчас неудобно его искать там еще возвращаем молоток а ну да ежедневная награда 500 монет не забываем она раз раз 24 часа полдаунится я надо забирать но она конечно в начале очень сильно полезная в конце но по сути бесполезно поэтому не всегда понятно роги я хотел переодеть молот он на физу хп уклонение конечно для него он будет бесполезен в плане того что ну физа но опять же это синий предмет все таки в теории он даже должен быть получше отдаем пятнадцатую кирку роге а эту в принципе можно что она себе представляет давайте посмотрим сравним ее с этим с киркой ну как вы видите кирка лучше поэтому мы особо не будем заморачивать у всех будет кирка кроме наверное а этому отдадим у нас присутствует хантер а ну как вы видите тут два пятнадцатых по крайней мере наша лучше давайте отдадим ему получше которая а та которая похожа мы уберем лечу надо что-то типа посох отдавать ну можно даже магического отдать а магический он двуручный почему то а собственно посох давайте все посохи заберем отдаем лечу отдаем магу а серый посох который у нас присутствует вернем этому не туда нажал экипируем и наших вторых дублирующих ребят чтобы им особо не было скучно посмотрим сравним посохи по цифрам как вы видите этот лучше поэтому я думаю лечу отдадим этот и магу отдадим дублирующий другой чуть-чуть слабее который магу в принципе тоже можно было бы отдать щит но я думаю магу щит будет бесполезен потому что от мага требуется нанесение дпс и чем больше он сможет его нанести тем лучше поэтому я думаю магу лучше отдать не щит а отдать урон также у нас присутствует собственно кинжальчик и она тоже расщепить он дублирующая рука идет а кинжал отдать хантеру у нас присутствующий синий кинжал а тот был серый отдаем его хантеру а там у него есть кинжал у него носящий достаточно много урона у леча все есть и у этого щита не хватает либо тоже кинжала давайте тоже как вариант магу отдадим кинжал для того чтобы они наносили дпс два синие кинжала я думаю будет неплохо смотреться мага правда ну у мага есть зеркало наконец еще он выживет собственно экипировали магу и у мага немножко побольше его на дпс давайте посмотрим на наших персонажей что у них в целом получилось но в целом неплохо если у паладина очень мало здоровья он постоянно будет проседать и вам надо положено хп разогнать к идеале ладно всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока спасибо за просмотр